ну что друзья привет сегодня у меня не будет для вас турбовых седанов легендарных автомобилей или гибридных технологий но я покажу вам отличный вариант бюджетного фамилия для большой семьи и так встречайте toyota isis на нашем канале вариант действительно интересный и это один из немногих универсалов тире минивэнов потому что под полноразмерный минивэн его не подпишешь но и универсалом эту машину также не назовешь многие думают что эта машина последователь toyota надя или toyota гая второго поколения ипсумов машина похоже по базе по конструктиву но на самом деле этот автомобиль строится с нуля но лично у меня этот автомобиль ассоциируется как младший брат toyota виш хотя кто из них младше тут еще можно поспорить давайте разбираться автомобиль у нас представлен сегодня 2014 года это второе поколение исисов вообще второе поколение пошло с 2009 года а исис как модель появился еще в далеком 2004 году я сказал второе поколение на самом деле поколением сложно назвать его по факту кузов идет один и тот же просто автомобиля было два рестайлинга и вот это уже второй рестайлинг изменения коснулись в первую очередь конечно внешности но и по технической части тоже одно новшество очень весомое есть очень красивый кузов у этого автомобиля одновременно стильный и в то же время строгий одновременно и в то же время получается короче говоря не под определение универсала не минивэна внешне эта машина не подходит это какой-то среднячок как позиционировали его японцы это что-то среднее если сравнивать альфард с вишом ребята клиренсу автомобиля 160 миллиметров как я всегда говорю это на самом деле средний клиренс для автомобилей такого плана да вообще для практически всех легковых автомобилей чуть-чуть повышенной вместительности поэтому при возможности при желании точнее всегда можно поднять его на пару сантиметров но опять же расставляйте приоритеты автомобиль у нас сегодня в комплектации платана японцы позиционируют эту версию как спортивную что мы имеем мы имеем немножко увеличенные бампера с закосом с намеком на обвесы очень красивые фары с двумя линзами трехсекционные много хрому как toyota любила в те времена это можно сказать что-то по визуалу напоминающая toyota ipsum что же отличает его от виша с которым я постоянно путают автомобиль наличие двух сдвижных дверей и именно вот эта черта его выдает все-таки в том что он минивэн задняя часть тоже не выдающийся строгая стильная одновременно белые стопари в вот таких минивэнах придают постоянно нотку спортивности вспомните степ вагон в комплектации спада который считается самым спортивным минивэном на сей день вопросов по внешке нету не сказал бы что супер стиль но выглядит строго четко есть ребята которые любят все таки эти машины там занижают ставят огромные 20 катки и получается довольно таки неплохой интересный вариант но все же мы не забываем о том что эта машина для семейных людей поэтому самое интересное внутри давайте заглянем самое мурчало как я люблю последнее время говорить хотя непонятно с чего это вдруг что друзья я хочу рассказать вам по технической части автомобиля вспоминаем обзор на toyota wish кто смотрел кто не смотрел посмотреть потому что машины все-таки родственные и по технологии они абсолютно идентичные мотор 2zr мощностью 144 лошадиные силы и объемом литр 800 вот эта версия друзья на полном приводе и только с двигателем 18 вы можете получить полный привод опять же расставляйте приоритет потому что при покупке с аукционов полный привод добавляет 1100 150 к стоимости этого автомобиля также вы можете приобрести версию на таком же моторе переднеприводную соответственно либо двухлитровую версию на двигатель 3zr та же самая техничка что у нохов та же самая техничка что у воксе и соответственно увеша добавьте к этому мотору гибридную установку в 60 киловатт получите prius альфа поэтому база родная проверенная хорошо нам с вами знакомая все эти двигателя работают в паре с вариатором никакого автомата никакой коробки не получите и это еще одно новшество именно с рестайлингом со вторым рестайлингом стали ставить сюда эти моторы первые виши и исис и выпускались на двигателях 1zz либо 1 az аналогично с объемом 18 либо двушками короче говоря друзья хоть кузов у нас и не менялся поколение одно и то же но со вторым рестайлингом новой технологии в эту машину японцы внедрили поэтому можешь сказать ребята молодцы без внимания эту модель не оставили пойдем в салон друзья что можно сказать по салону этого автомобиля ничего сверхъестественного вы здесь не увидите стандартный салон минивена тире универсала то же самое абсолютно что в виши тем не менее все очень комфортно очень много реально много я всегда так говорю но здесь реально много различных бардачков кармашков вот такая очень классная штука чтобы обозревать всех задних пассажиров да не зеркало постоянно вот так вот крутить как любят делать я знаю в россии а вот такую штуку открывать я думал тут кармашек под очки нифига посмотрели вся панорама всего салона классно в эпоху камер конечно кругового обзора обзора салонов это немножко странновато но штук полезная реально я бы пользовался но самая основная фишка в этой машине это конечно же задняя часть салона основное преимущество этого автомобиля даже в сравнении с его родным братом toyota vish не просто две сдвижные двери а отсутствие центральной стойки между двумя левыми дверьми посмотрите как вам форточка круто ребята на мой взгляд это решение действительно очень классно и не часто такой автомобиль может встретить многие начнут писать что да это же не безопасно она сломается пополам при боковом ударе вы подвержены риску но если вы обратите внимание на то что какой толщины у нас вот эта дверь какой толщины настойка поймете что японцы не дураки и безопасности тем более в минивэнах автомобили для больших семей уделяют очень много я бы сказал самое большое внимание уделено всегда безопасности это все-таки toyota друзья не забывать первую очередь конечно это удобно для того чтобы забраться на третий ряд мы сейчас обязательно туда заберемся давайте разберемся со вторым сперва помимо того что у нас здесь стандартное трехместное кресло до диван как его называют я хочу обратить ваше внимание на эргономику салона как здесь все двигается крутится то есть эту машину можно использовать реально для любых целей обратите внимание как можно использовать этот автомобиль сложили сидушку вот вам либо рабочее место либо стол для пикника который одинаково удобен как водителю так и пассажирам классно классно обратите внимание как расположен у нас ремень безопасности корпус и натяжитель которого прячется у нас сидушки все очень классно очень удобно и тянуться не приходится как продумали четко да да друзья как вам вот такое расположение кресел то есть если у вас есть какой-то не габарит и вы не можете по каким-то причинам положить в багажник вот вам пожалуйста огромная арка которую можно и положить и грузить через нее очень классно есть еще такие варианты до черта с два вы найдете что-то подобное таким же образом проходить на третий ряд намного удобнее чем его собрать и toyota wish помимо этого могу сказать что сидеть на третьем ряду достаточно комфортно здесь место для двоих человек при желании конечно детей можно сюда засунуть намного больше сейчас опять начнутся истории как я в детстве в сурфе в багажнике ездил позавчера буквально это было ну ладно отвлеклись немножко в общем удобств в изобилии здесь есть подстаканники здесь есть колонки и мало того в нашей полноприводной версии здесь еще есть и задняя печка которая включается у нас с третьего ряда вот такая кнопочка классно классно и третья фишка универсальности и практичности этого автомобиля это конечно же багажник вот это полностью разложенное сидение третьего ряда то есть мы садим сюда еще два человека и у вас предостаточно места чтобы несколько чемоданов сюда засунуть или обычный ваш мурдяк который валяется но если все таки вы ввозите что-то большое раз два три и два вот этих сиденья у нас складываются в ровный пол что тоже не может не радовать в продолжении с вторым рядом салон можно продлить практически до грузового фургона где вы еще найдете такую машину этого еще цены не слышали цены друзья это самая долгожданная ваша рубрика рассказываю старт цен на эти автомобили от 750 тысяч рублей прикиньте за вот это все 750 тысяч рублей я до последнего не верил пока две недели назад не купил точно такого же красавца 2011 года за 780 хотя это не самый дешевый вариант и уверяю вас выбор есть это ли не чудо чудо вот конкретно эта машина у нас 2014 года но она полноприводная она четверочка и у нее пробег всего 80 тысяч километров она стоит более 1 миллиона рублей но тем не менее вот такого класса автомобиль в такие деньги это очень круто я смеяться лада веста которую можно было раньше купить за 800 тысяч рублей уже стоит полтора миллиона в салонах но это веста чертова св которая неуправляема хотя меня машина поразила пока я не узнал что она стоит полтора миллиона теперь 800 тысяч и вот такая красотка ваш а и это еще не вся информация которую я хотел бы сегодня до вас донести помимо вот таких красавцах примерно похожего типа вы можете рассмотреть еще и toyota wish в котором я постоянно его сегодня сравниваю но лично я выбрал бы несомненно вот эту тачку хотя на вкус и цвет как говорится товарищей нет точно такого же плана минивен универсал только две распашные дверьми дверьми две распашные двери вместо двух сдвижных ну и чуть чуть более так скажем сбитый кузов чуть чуть пониже посадка кому для чего автомобиль важнее не забывайте есть еще один аналог практически у honda модель называется honda stream примерно в тот же бюджет можно приобрести также это 7 местный универсал минивэн но он более подобен все-таки toyota wish потому что вот таких красавцев по пальцам перечислить есть еще классный вариант от honda это honda freed также они бывают 5 6 либо 7 местные она машина намного покороче покомпактнее на двигателе полтора литра но там есть и гибридная версия потому что honda все-таки технологиями удивляет опять час начнутся споры toyota или honda главное citroen сюда не приплетайте пожалуйста потому что ну вот столько практичности за такие деньги так что друзья помните что в японии есть идеальный автомобиль для каждого и возможно где-то там уже ездит ваша будущая малышка подписывайтесь на наш канал если еще не подписаны ставьте лайки и до новых встреч компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставке растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля компания сферокарgo